Все 16 поселений Одинцовского района приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы». На первую площадку, участок площадью около 20 гектаров у деревни Дунино, приехало более тысячи волонтеров. Среди них общественники, студенты, активисты, экологи и представители администрации каждого поселения. Например, глава Больших Везем, несмотря на то, что отмечал в субботу свой день рождения, также вместе со всеми решил оставить живую память для потомков. Высадил несколько сосенок. Просто обязан был сюда выйти. И для меня это большая честь, что в мой день рождения сажается этот замечательный Лес Победы на месте вот этих вот, к сожалению, погибших деревьев. В ближайшие несколько лет мы увидим уже молодой лес. С помощью меча Колосова вручную создавали специальные борозды, в которые бережно опускали сеянцы. За несколько часов работы добровольцы высадили свыше 60 тысяч двухлетних сосен. Осенью прошлого года, когда началась акция Лес Победы, в одном из первых мест, где сажали лес, было найдено захоронение неизвестного солдата. После этого появилась традиция сажать лес в честь погибших воинов. Мы сажаем в честь 144-й стрелковой дивизии, которая обороняла Звенигород. На вторую площадку в село Иславское из Одинцова прибыла делегация ветеранов Великой Отечественной войны. Их сопровождали школьники и представители историко-патриотического клуба «Генерал». В начале участники всероссийской акции во главе с Андреем Ивановым возложили цветы к мемориалу погибшим односельчанам. Затем районный руководитель вместе с отцом высадил семилетние сосны в сквере местного Дома культуры. Да, действительно, эти деревья вырастут. Их, может быть, уже через 30 лет будет не обхватить. На них, я уверен, те же таблички будут висеть наши с 2015 года. И они пронесут все то, что мы чувствуем по отношению к нашим ветеранам. Поэтому очень важная, знаковая акция. Особенно она важна для подрастающего поколения. Основная идея акции «Лес Победы» в честь каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны – посадить саженец. Тем самым отдать дань уважения и почтить память героев фронта. Ведь каждое деревце – это олицетворение защитников Отечества. Слава и доблесть которых корнями прорастет на нашей земле и будет жить вечно. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Корректор А.Кулакова Продолжение следует...